Привет всем, меня зовут Олег и добро пожаловать на канал. Данное видео я решил снять без всяких заморочек, потому что, к сожалению, создание сценария занимает очень много времени и я сейчас решил сэкспериментировать именно с созданием скелета. То есть я создаю ряд основных тем, про которые я говорю в видео, и, соответственно, видео их озвучиваю. Надеюсь, подобный вариант сократит время на производство каждого видео и сделает видео всё-таки лучше. Начнём, наверное, с того, что за последнюю неделю было много негативных комментариев. Это на самом деле немножко грустно. С другой стороны, очень многие люди стали писать в защиту меня. Это очень приятно. Я не могу сказать, что от данных комментариев негативных меня немножко не бомбануло. Но есть такой человек, зовут его Гайки Асаки. Он довольно известный человек в мире маркетинга. И он как-то сказал, если на вашем контенте нет хейтеров, значит что-то вы делаете не так. И поэтому я надеюсь, что я сейчас всё делаю так. Ну а вообще, я не так давно вернулся из России, куда съездил на пару недель, отдохнул, набрался сил. Вы не представляете, насколько тихо и хорошо в России. Идёшь по улице, и ничто не шумит. Нету посторонних шумов, нет автомобилей, нет непонятных звуков. Когда гуляешь именно по Китаю, то постоянно со всех сторон шум машин, шум дороги, шум людей, толпы людей, которые на тебя идут. По якутскому гуляешь, людей почти нету. Тишина, покой. Я на самом деле хотел бы в будущем перебраться в какой-нибудь небольшой городок с населением, ну до миллиона скажем. И жить там в небольшом частном домике. И просто нахладаться жизнью. Но если исключить такие моменты, как огромное количество людей, шум постоянный и не самая качественная еда, в Китае очень неплохо. Кроме того, после возвращения из России, я на сутки заскочил в Пекин. И в Пекине попал в такой район, как Соха. И на самом деле, я почувствовал, что я нахожусь где-то в Сеуле. Очень приятный райончик, не так много людей. Также очень многие люди, которые живут в Пекине, жалуются на то, что там смог. В тот день, когда я туда прилетел, не было смога. Было небо чистое. Я гулял именно по району Сохо. Это, ну скажем так, Пекин предстал для меня немножко с другой стороны. С той стороны, о которой я никогда не знал, про которую я не верил. То, что она есть. Кроме того, в Пекине я встретил одного хорошего знакомого, с которым я долго переписывался через LinkedIn. И мы с большим интересом поговорили по поводу рынка мобильных приложений. И, если честно, мобильные приложения меня в последнее время очень сильно манят. Вы знаете то, что очень многие китайские приложения сейчас усиленно стараются работать на российский рынок. Это не только всем известный UC-браузер, где я работал. Кроме того, Dolphin-браузер, Chita Mobile, то есть это Clean Master, это Chita-браузер, 360-антивирусы, различные лаучеры. Да и на самом деле очень много китайских приложений, не говоря уже об играх. Игровых китайских компаний, которые хотят выйти на российский рынок, очень много. Но игры мне не особенно интересны. Мне наиболее интересны именно тулсы. То есть это те же антивирусы, браузеры, ну и все в таком духе. Но что-то меня немножко не туда понесло. Давайте немножко больше про Гуанчжоу. Потому что сейчас приближается зима. И, соответственно, несмотря на то, что некоторое время назад я был в России, где минусовая температура уже, здесь же температура хоть и плюсовая, но, к сожалению, здесь нет отопления. И, соответственно, зачастую в домах здесь холоднее, чем на улице. И будет, что называется, зима близко. И вот, представьте себе, вы просыпаетесь утром. В комнате где-то температуры 10 градусов. И вам еще нужно принять душ. Соответственно, я даже не знаю. Я хоть и относительно превышен к холодам, но мою первую зиму это было очень-очень тяжело. Я первую зиму сюда приехал сразу после Малайзии. И думаю, о, будет попрохладнее. Пришлось быстро все закупать в зимнюю одежду, чтобы не околеть. Кроме того, купил вентилятор-ветерок. Но, к сожалению, он не сильно помогал. Поэтому, если вы решите приехать в Гуанчжоу, Шинчжэнь или вот в южные провинции Китая, то одну из первых вещей перед зимой – купите масляный обогреватель. Он реально помогает. Да, еще очень хорошо помогает заклеить окна липкой лентой с ватой. Советский Союз подготовил нас. А так, даже я больше не знаю, про что рассказывать, так как мой список закончился. Сейчас я завалюсь спать, потому что завтра надо рано утром на работу. В плане влогов у меня есть некоторые идеи, но мне нужно будет составить план. Я думаю, что по такому плану все-таки видео получатся несколько более живыми и более интересными. И при этом именно на подготовку самого контента будет затрачиваться меньше времени. Потому что в итоге получается бесплавно снимать очень тяжело, по сценарию слишком время затратно. И на данный момент это самый оптимальный вариант для меня. В общем, надеюсь, видео вам хоть как-то понравилось и казалось полезным. Если есть вопросы, оставляйте в комментариях. Ну, в принципе, всем пока, всем удачи! Пока!